Персонально наш сегодня Сергей Алексашенко, экономист. Добрый день. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Эта программа транслируется на YouTube-канале «Ехо Москвы». Сергей Алексашенко у нас по скайпу. И мы будем говорить преимущественно, если успеем, конечно, о чем-то другом поговорим, но в основном будем говорить, конечно, про встречу Трампа и Путина. Кто выиграл вообще от этой встречи из них? Кто победил? А то Трампа страшно ругает американская пресса и говорит, что победитель Путин. Евгений, хороший вопрос, но мне кажется, что в данном случае, вопреки логике обычной Владимира Владимировича Путина, что там нужно либо побеждать, либо тебя уничтожат, здесь, что называется, ситуация, когда выиграли оба. Просто про Путина говорить легче, потому что он изложил все свои, ну, собственно говоря, он добился встречи. Встреча серьезная, которая продолжалась долго, которая не могла состояться полтора года. Ну, это некое такое признание, да, что с тобой все-таки можно общаться. Собственно говоря, он не сдал ни одной своей позиции, повторил все свои известные тезисы, лозунги. Вот. Ну, собственно говоря, и как на пресс-конференции нигде не прокололся. Ну, внешне вроде бы как ничего не... Ну, тут как. Что хотел, ты получил. Мне кажется, что да, я прочитал сегодня с утра критические отзывы американской прессы и американских политиков всех направлений, в том числе очень много и республиканцев, которые вроде как в одной партии с Трампом, но они его критикуют. Но мне кажется, что на эту встречу, вот почему я сказал, что я считаю, что Трамп тоже выиграл, нужно смотреть глазами Трампа. А что хотел Трамп? Да. Вот понятно, что вот там у нас как это... Путин это Россия, Россия это Путин. Чего хочет Владимир Владимирович, значит, то и выгодно всей стране. А у Трампа его личные интересы и интересы Соединенных Штатов Америки, они расходятся. И в отдельных моментах они расходятся очень резко, очень сильно и вплоть до прям противоположных. Ну, например, вот вся Америка там, как это, бьется в истерике относительно вмешательства России в выборах, относительно вот этого вмешательства грушников в взламывании компьютерных сетей, включая там базы данных избирателей, похищение данных. Вот. А для Трампа история со вмешательством выбора, это... Вот он до сих пор никак не может поверить в то, что он выиграл и что все это признали. Ему все время кажется, что кто-то пытается у него эту победу отобрать. А это не так? Да нет, конечно. Ну, подожди, а все эти списки, все эти расследования, прокурор Мюллер, все это общественное недовольство, ну как нет? Нет, не но, смотрите, никто не ставит под сомнение то, что Дональд Трамп победил на президентских выборах. Да, а спецпрокурор Мюллер, комиссия одной палаты Конгресса, другой палаты Конгресса, журналисты, они пытаются найти некую информацию, которая бы говорила о том, что Дональд Трамп каким-то образом сотрудничал с российским государством, получал поддержку от Владимира Путина в момент избирательной кампании. Но вот это разные вещи, получал, не получал, нарушал закон, не нарушал законы. Вот мы, например, узнали, честно говоря, для меня тоже полтора года назад ситуация была, когда генерал Флинн, который потом стал в декабре 2016 года, уже через полтора месяца после избирательной кампании, когда он встречался с российским послом, выяснилось, что он не мог с ним встречаться, не мог с ним обсуждать от имени Соединенных Штатов Америки какие-то вопросы. Оказывается, есть в Америке такой закон. Вот пытаются следственные органы, правоохранительные органы понять, было ли нарушение закона со стороны избирательного штаба Трампа. И вот смотрите, последнее обвинение там команды прокурора Мюрлера, оно, собственно говоря, да, со стороны российского главного развитого управления Генштаба было вмешательство в американские компьютерные сети, включая серверы демократической партии, включая там переписку демократической партии, включая базы данных избирательных штабов, избирательных комиссий. Но вот это, опять, это не говорит о том, что, хотя вот Владимир Путин в Кельсинки сказал, что он там выяснил сейчас, да, прошло уже почти два года после выборов, выяснил, что Владимир Путин все-таки поддерживал Дональда Трампа внутренне, так в душе, да, он хотел, чтобы Трамп победил. Ну, там мотивация такая уже. Вот, но вообще говоря, вот, Трампа никто не обвиняет, да, вот там ни одно обвинение пока, которое было выдвинуто командой прокурора Мюрлера, оно не касается Дональда Трампа. Она касается там с Полом Манафортом, это больше украинские дела, с генералом Фрином, нарушение вот этого закона Логана, который там каких-то древних-древних годов. Вот, но под сомнение победу Трампа на президентских выборах никто не ставит. Вот, и Дональд Трамп, он, собственно, почему я говорю, что он достигал каких-то своих целей, для него, ну, нужно было показать, что вот Обама с Путиным отказывался общаться, собственно, его же риторика к этому сводится, да, что последние там полтора-два года президентства Обамы, это была там совершенно, как это, катастрофа в российско-американских отношениях, перестали общаться, а вот я налаживаю отношения снова, а вот я выстраиваю диалог. Понятно, что от первой встречи там, ну, смешно было бы ожидать каких-то там прорывов, каких-то достижений, потому что, ну, все-таки Россию все называют важнее, там, сегодня враг номер один для Америки, ну, собственно говоря, и опросы в ЦИОМа показывают, что там Америка сегодня для России главный враг, да, вот, поэтому, ну, трудно было ожидать, что они вот прямо сразу о чем-то договорятся, тем более, что никаких контактов на уровне, там, министерства иностранных дел, да, Госдепартамент, ну, там все, все контакты практически были заморожены. Поэтому Трамп, он, собственно говоря, провел встречу, все хорошо, он сказал, что с Владимиром они наладили хорошее отношение, ну, он не назвал его другом, да, сказал, что он задал все вопросы, которые от него требовали. Вот, поэтому мне кажется, что лично сам вот Дональд Трамп, да, я не беру сейчас американское общественное мнение, американские средства массовой информации, он доволен этой встречи. Мне кажется, что для него встреча прошла ровно так, как он хотел. Вот вы говорите, он не назвал Путина другом, но, тем не менее, назвал его соперником, хотя признал, что это комплимент политический. Скажите, обсуждают его 20-минутное опоздание, которое, как кажется, было вот прямо назло. Путин опоздает, я опоздаю еще больше. Переопоздали друг друга, да. Ну, вы знаете, есть разные источники, по-разному говорят. Соответственно, кто-то говорит, что Путин опоздал с прилетом, в ответ на это Трамп опоздал на 20 минут. Там есть какие-то другие источники, которые говорят, что опоздание, ну, Трамп знал об опоздании Путина, проинформировали заранее, достаточно за большой промежуток времени, и что вроде-то это не было неожиданным. Ну, то, что Владимир Путин опаздывает везде и всегда, это хорошо известно. Возможно, что Дональд Трамп тоже хотел показать, что он знает переговорную тактику Путина. Я бы не стал придавать этому большого значения. Ну, это так, это смешные детали, наверное, не больше, а к деталям, может быть, не очень смешным, про вмешательство в выборы. Ну, предполагаемое вмешательство в выборы, плюс еще взлом серверов Демократической партии. Путин в интервью Fox News, там был чрезвычайно любопытный момент, когда он говорил, ну, а что, ну, неважно, там взломали, не взломали, документы подлинные были. На что сказали, ну, вот, украли настоящие деньги, а не фальшивые. Вообще, прекрасное интервью Fox News. И с офицерами ГРУ, вот что это за история с предложением чуть ли не обмена на Браудера, который вообще британски подан, если я правильно помню. Ну, смотрите, Владимир Путин сделал несколько заявлений в этой связи, которые, ну, с одной стороны, вот все противоречивают друг другу, а с другой стороны, очень четко показывает, что в отличие от Дональда Трампа, для которого главная переговорная тактика – это экспромт, Владимир Путин очень хорошо подготовился к переговорам. И очень хорошо был готов к вопросам журналистов. И вопрос этого журналиста Fox News о том, что там неважно, самое главное, что документы были подлинные, Владимир Путин же несколько раз так отвечал. Ну, собственно, если журналист не смог его после этого додавить всерьез, да, не мог задать ему вопрос вот так, чтобы Путин не было куда было выкрутиться, то, значит, просто низкое качество журналистики. Мне очень понравилось заявление Путина, такое абсолютно циничное, в его духе, когда он на пресс-конференции сказал, да я вообще еще про это обвинение прокурора Мюллера и 12 игрушников ничего не знаю. Ну, он не успел. Ну, мир там брался до конца. Ну, да, его в пятницу предъявили, вот, казалось бы, важнейшие события в российско-американских отношениях, вот, что называется, там, ну, я думаю, что, как у нас там и служба внешней разведки, и ФСБ, они там детально изучают все, что написано, пытаясь понять, каким образом американцы всю эту информацию получают. Да, ну, потому что там, я думаю, что профессионалы очень хорошо разбираются там, в методах работы получения этой информации, могут догадываться, каким образом американцы могли получить то или другое информацию. Вот. А Путин, оказывается, не в курсе. Вот он у нас про пенсионную реформу не в курсе, он про обвинение грушникам не в курсе. Нет, подождите, но, тем не менее, он был очень дружелюбным, он даже сказал, что может пойти навстречу и допустить спецпрокурора Мюллера и его сотрудников до присутствия на допросах. Мюллера, как он говорил, да, периодически оговаривался. Ну да, он еще и фамилию путается, да, не знаю, может, Мюллер, может, там уже Мюллер. Слушайте, а что ему переживать-то? У нас уже гигантский санкционный список, вряд ли он станет еще больше. Дело сделано, Трамп-президент, ну, у него другие задачи на повестке, ну, зачем ему так переживать? Кому? Путину? Путину, да. Ну, смотрите, не но, ведь на самом же деле, в отличие от действий повара Пригожина, которого Путин достаточно цинично тоже отправляет в сторону, это частный гражданин. Ну, как Сорос, у вас у нас Пригожин. Он почти как Сорос, делает, что хочет, у нас свобода слова, вот хочет и делает. Мы ему не указаны, никаких законов он у нас не нарушал. Хотя, на самом деле, нарушал, да, взлом компьютерных баз данных, это нарушение российского законодательства. Вот, а здесь обвинение абсолютно гораздо более серьезное, потому что обвинение идет не просто российским военнослужащим, да, то есть их нельзя там сказать, что они отпускники, они там куда-то уехали, да, и там, не знаю, с Канарских островов ввели взлом северо-демократической партии. Они ввели взломы с рабочих помещений, с тех помещений, в которых расположены воинские части вот этого главного разведывного управления нашего. То есть адреса, имена, название серверов, IP-адреса, вот все-все-все-все-все рассказывают, да. И это, ну, трудно поверить в то, что там 12 грушников, ну, скажем так, это 12, которых выяснили, да, то есть вполне вероятно, что у американцев есть там список еще кого-то, да, про расширение, там, версия вторая, третья и так далее. Вот, собственно говоря, и это уже очевидно, что не самодеятельность, и это очевидно, что не отпускники, это очевидно, что люди, военные люди выполняли чьи-то приказы. И здесь вот этот вот тезис Путина, что это не Российская Федерация, а это там частная инициатива повара Пригожина, да, или там частная инициатива какой-нибудь девушки, которая сидит и отдыхает. Код волонтера, вы забываетесь, Владимир Владимирович. Да, да, вот, но это не Катя, вот, и поэтому Путин нервничает, и поэтому Путин нервничает, но, собственно говоря, он должен благодарить в этом отношение Дональда Трампа, который позволил ему уйти с этой, соскочить с этой темы, что называется. Трамп не стал его давить, вот, ну, опять вот Трампу не хочется, чтобы его там в чем-то обвиняли в отношениях с Путиным. Ну, Трампа особенно и не старался давить, и был более чем дружелюбен, за что его, собственно, и ругают, и сорокники по республиканской партии демократов. Они оба были дружелюбными, они оба были дружелюбными, и Путин, и Трамп старались не обвинять друг друга ни в чем, не обижать друг друга, ну, вот, поэтому я считаю, что каждый из них добился того, чего хотел от этой встречи, выиграли оба. Нет, ну, понятно, что во всем виновата предыдущая администрация президента Обамы, поэтому чего им ссорятся, и друг на другую. Да, да, очень-очень хорошо. Все согласились, и что виновата Обама. Во всем виновата Обама, да, ну, и как-то это... Где-то мы это видели в интернете. Да. Есть еще такие умолчания, которых не было на пресс-конференции, но, в частности, в интервью Фоксу Путин говорил про то, что не удалось, я сейчас точно не процитирую, не удалось повлиять на энергетическую безопасность, в том числе. Это имелся в виду Северный поток-2, о котором... Это имел... Да, конечно. Недавно говорил Трамп. Да, да. Это имелся в виду Северный поток-2, и то, что есть разные точки зрения там у европейцев, у американцев, у россиян, вот, что там выгодно, невыгодно, есть ли здесь только энергетическая составляющая, коммерческая составляющая, есть ли там политическая составляющая. Ну, я думаю, что вот, что называется, каждый изложил свою точку зрения, но, опять, ну, они же не обязаны были договориться обо всем или сказать, что вот мы там знаем, как решать все проблемы. Выяснили. Ну, просто... Просто перечисление проблем. Просто Северный поток-2 это то, что было из нового в последнее время, это Трамп грозил новыми санкциями за Северный поток-2, и, может быть, как-то до чего-то договорились, поделить. Америка поставляет сланцевый газ, а Россия свой газ. Или это будет дальше как-то обсуждаться, или вообще заболтают? Ну, я не думаю, что заболтают, потому что, на самом деле, это лозунг, ну, тема Северного потока, она, вообще говоря, выдвинута вот в этом законе КАЦа, который был 2 августа прошлого года, подписан Трампом, и принят, ну, практически единогласно принят в американском конгрессе в обеих палатах. Там, собственно говоря, были санкции, намечены санкции против тех, кто помогает строить российские газопроводы. Вот, я не думаю, что здесь так цинично пойдет о том, как они поделят рынки. Я думаю, что будет какая-то более сложная комбинация. Ну, какая, боюсь сейчас сказать, да. Но очевидно, что Путин будет требовать от своих германских друзей, включая помощи бывшего канцлера Шрёдера, чтобы, в общем, бизнес изюжил, да, и что это никакой политики, в общем, как это, nothing personal, just business. Ну, он просто так набросился на несчастную нынешнюю канцлер Германии, Ангелу Меркель, с северным потоком, два, то, что качаются российские деньги туда-сюда, то есть деньги России, газ, энергетическая безопасность Европы, надо что-то с этим делать, ну, я не знаю, что, говорил Трамп. Ну, то есть не узнал, видимо, что делать с этим. Ну, опять, Трамп, его переговорная тактика – это экспромт, да, и он очень, ну, вот мне кажется, что то, что у него как, опять вот, то, что он говорил на встрече НАТО, да, вот стран-членов НАТО в Брюсселе, это там бы у него как бы одна часть мозга работала, да, и, соответственно, там его больше интересовали коммерческие вопросы поставки американского газа в Европу, и он больше защищал это, ну, и в качестве аргумента, типа, не гоже, не гоже платить России миллиарды долларов, да. Которые можно заплатить нам. Ну, которые можно, так, да, которые мы готовы принять себе. Вот, а когда он стал встречаться с Путиным, то там совершенно другая повестка дня, включилась другая часть мозга, другие задачи. Ну, вот такой, такой президент у Соединенных Штатов. Я поэтому и начал с того, что его личные цели и цели вот Соединенных Штатов как государство, как система, они очень часто различаются, они очень часто разные. Тогда к вопросу о совместном каком-то бизнесе. Путин, в частности, утверждает, что удалось договориться с Трампом о создании рабочей группы самого высокого уровня, который объединит представителей бизнеса и российского и американского, чтобы они и дальше работали над совместной торговлей, инвестициями. Скажите, а это просто красивые слова, или, в принципе, есть какая-то почва под этими словами? Не, но, с одной стороны, есть, конечно, какая-то почва, да, потому что на протяжении, там, почти уже трех десятилетий крупнейшие иностранные инвесторы в Российской Федерации, это Макдональдс, Кока-Кола, да, ну и так далее. Вот все эти потребительские компании, которые продают, там, производят товары в России. И это американские компании. Как это ни печально звучит, да, в общем, ну, на самом деле, это вот так устроено. А с другой стороны, это сам тезис капитана индустрии, он выглядит достаточно смешно, потому что это у Путина в голове, что вся экономика и все бизнесмены, вот им приказал, они построились и побежали, независимо, частные, государственные. Там сказал Виксельбергу, Виксельберг побежал там за яйцами Фаберже или в Сколково. Сказал Дерипаске, Дерипаске побежал туда. Сказал Миллеру, он был Миллером, стал Миллером. Ну и так далее, да, то есть они не обдумывая, готовы выполнять любой приказ, который на них свалится. Вот, а в Америке, я плохо представляю, как там можно приказать Тиму Куку из компании Apple, да, или, не знаю, Гугу, или Безоса из Амазона, или Маску с его ракетами. Вот иди в Россию и наладь живой бизнес с Роскосмой. Ну приказать можно, они, наверное, очень будут смеяться, да. Я думаю, что там вот даже такой вот сильно, как это, лично заинтересованный президент Трампа, вряд ли мы сможем отдать приказ Илону Маску общаться с Рогозином. То есть если там есть коммерческая составляющая, то они и сами об этом договорят. Добавятся в друзья в Твиттере, да. Ну да, по максимуму. Скажите, а тогда, если я правильно понимаю, все эти предыдущие санкционные списки, огромные и персональные санкции, и неперсональные, они, в частности, были направлены на то, чтобы задушить какой-то международный бизнес, который представлен в России. Вот, например, та же история с Дерипаской. А теперь, что осталось из крупного, что можно действительно развить, и чтобы это были внушительные цифры? Какой бизнес можно развить? Ну да, вот, например, что осталось у нас из неэкодсанкционного? Нет, смотрите, вот здесь опять разные подходы. Да, вот есть подход Путина, который считает, что государство, вот самое главное, что государство приняло решение, а дальше оно будет реализовано. И вот он считает, что, смотрите, там товарооборот России, из США, ну, что-то там 25, не знаю, может, 27 миллиардов долларов в обе стороны, туда-сюда. А с Европой у нас там 250 миллиардов долларов. Ну, нехорошо. Американская экономика, она такого же размера, как европейская. Поэтому неплохо было бы там нам торговать между собой больше. Но там Владимир Путин, конечно, у нас там лидер, он сидит там 18 лет в Кремле, но вообще говоря, история российско-американских отношений или советско-американских отношений, она все-таки насчитывает несколько больше времени. И никогда особо обширной торговли между Советским Союзом или Россией и Америкой не было. Вот, ну, есть какие-то противоречия, потому что основа российского экспорта в Европу – это нефть-газ. Да, и, собственно говоря, когда, вот, меня очень радует, когда эксперты говорят, вот, смотрите, за последние пару лет там объем российской, европейской торговли вырос, там, не знаю, там, на 50, на 60, на 70 процентов. Ну, конечно, цены на нефть и на газ выросли, вот и объем торговли выросли, да. То есть, собственно говоря, это же главное. Упали цены на нефть, на газ, объемы торговли упали. Вот, а в Америку, ну, смешно экспортировать в Америку нефть и газ уже, во-первых, у нас и мощностей таких нет. Ходорковский в свое время предлагал строить трубу до Мурманска, глубоководный незамерзающий порт, круглогодичный. А тут можно было бы, там, в 2003-2004-2005 году, оттуда можно было бы возить нефть в Америку. А сейчас это невозможно. В принципе, Америке тоже нефть не нужна. Америка перестала импортировать нефть только из Канады и немножечко из Мексики, там, из Венесуэлы. Вот, а нас в Ближнем Восток уже ничего не берет. Газ Америка тоже экспортирует. Поэтому, что такого там Россия может поставлять в Америку? Ну, вот Путину кажется, что самое главное – дать приказ. Вот дать приказ бизнеса, а вы найдите и договоритесь, чтобы мы там с Америкой торговали в пять раз больше. Ну, приказ, как это, хорош, когда его можно выполнять, а когда его выполнять нельзя. Ну, что ж поделаешь? Забудут. Давайте от экономики вернемся снова к политике. Про вмешательство в выборы. Только не прошлое, а будущее. Одна из претензий к Трампу. Вот, республиканец Линдси Грэм, например, говорит. Трамп упустил возможность призвать Россию к ответу за вмешательство в выборы 2016 года и строго предупредить насчет будущих выборов. Про вмешательство. Вот, постоянно происходят какие-то инциденты, какие-то задержания. История с лоббизмом. Лоббизмом. Мария Бутина, например, которая сотрудничала с НРА, с Национальной стрелковой ассоциацией, и, как говорят американцы, влияла на политических акторов, на людей, которые, в свою очередь, влияют на американскую политику. Что это, когда это прекратится? И что вообще происходит? Ну, насколько я понимаю, вот, там информация про Марию Бутина, да, Бутина, вот, что она не выполняла американские законы. Ну, собственно, смотрите, мы там уже все должны помнить, да, что вот этот термин «иностранный агент» нам говорят, но в Америке же есть иностранные агенты, да, вот СМИ, которые иностранные агенты, выполняют функции иностранных агентов и так далее. В Америке тоже есть свои законы, которые разрешают лоббизм, то есть, в отличие от России, в России нет законов, которые разрешают лоббизм, и в России нет законов, которые его запрещают. В России произвольное законодательство, что хотим, разрешаем, что хотим, запрещаем. И любого можем как арестовать, так и наградить. За одно и то же дело. Вот, а в Америке все очень жестко оговорено, особенно в том, что касается иностранцев, то есть представительства иностранных интересов. Вот, собственно, я так понимаю, что эта гражданка, она пыталась выполнять некие функции, которые по американскому законодательству относятся, трактуются как лоббизы. Ей никто, в принципе, ну, это не запрещено в Америке, просто нужно было зарегистрироваться. Нужно было зарегистрировать соответствующую компанию, нужно было сдавать соответствующую отчетность, нужно было там с лагом в полгода, в шесть месяцев информировать о всех контрактах, которые у вас есть, в чьих интересах вы работаете, от кого вы получаете денег, сколько вы получаете денег. Вот, я так понимаю, что вот она просто решила этого не делать, по каким-то соображениям. То ли по неграмотности, то ли по наивности, то ли такой хитрый умысел был, а вдруг не поймают. Ну, вот ее поймали. То, собственно, на самом деле, вот обвинение в ее адрес, оно мало чем отличается от обвинения в адрес Пола Манафорта, который был там поможем Трампа в уходе выборов. Там же то же самое, да, он выполнял функции иностранного агента, лоббиста в интересах украинского президента Януковича, получал от него большие деньги, но об этом нигде не сообщал, нигде не фиксировал, отчеты не сдавал. Вот, собственно, знаете как, nothing personal, вот просто два, ну, в одном случае там речь шла о десятках миллионов долларов, просто что там с Бутиной, сколько она там денег получала, мы не знаем. Ну, наверное, узнаем, расскажет нам американское правосудие. То есть это частный случай, а не какое-то начало, ниточка, которая ведет к вмешательству в американские выборы и так далее? Я не вижу здесь никакого обобщения, да, ну, конечно, частный случай, конечно, частный случай. Потому что я знаю там, ну, не знаю, десяток американских лоббистских компаний, которые работают в интересах российских там как государственных структур, так и частных компаний. А в обратную сторону знаете российских лоббистов, которые работают в Штатах? Российских лоббистов, зарегистрированных в Америке, я, вот, россиян с паспортами не встречал, но я встречал в лоббистских компаниях людей с российскими паспортами. А в какой отрасли, в каких отраслях эти компании находятся? Нет, лоббизм, не но, вы же спрашиваете про лоббизм, то это компании, которые оказывают услуги по протяжению интересов. А, непосредственно компании, которые занимаются лоббизмом? Да, 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 да. А в каких сферах они пытаются влиять? Нет, не но, это, ну, послушайте, у каждого свои интересы. Там, Дерипаск много лет потратил много денег на то, чтобы ему разрешили въезд в США, да, чтобы его очистили, чтобы его досье, которое ведет ФБР, было очищено от всяких подозрений, и чтобы ему просто давали визу в любой момент, чтобы он мог туда ездить. Да, там, Костин бьется за то, чтобы с него, там, сняли персональные санкции. Там, Фридман с Авином ездили в Вашингтон, сколько там, месяца два-три назад, да, и то же самое, ну, очевидно, там, добивались того, чтобы их не включили, там, в кремлевский список, версия 2.0 и так далее. Да, Сергей Владимирович, спасибо большое. Мы вернемся через несколько минут к нашему разговору. Продолжим мы американские разговоры и много еще других тем. Нино Расибашвили, Евгений Бонтман и персонально наш Сергей Алексашенко. Говорим про переговоры Путина и Трампа, продолжаем говорить про них. Украина и Сирия. Не то, что не обсуждались, но это как-то никто и не надеялся, что будет принято какое-то сущностное решение или о чем-то договоряться, но, тем не менее, и тот, и другое, Трамп и Путин, про это говорили, про Украину и Сирию. Удастся ли договориться в ближайшее время? О чем они, может быть, говорили между собой, но не сказали нам? Я думаю, что по Сирии речь шла о каких-то технических аспектах. И, собственно говоря, вот то, о чем говорили все комментаторы и все обозреватели до встречи, что это самое главное, не пустить и Иран в Сирию, не пустить и Иран усилить свои позиции. Собственно говоря, для Америки проблемой является не столько присутствие, для всей Америки, включая президента Трампа, в данном случае его интересы как-то совпадают. То есть главной угрозой является не присутствие России в Сирии, а присутствие Ирана в Сирии. Потому что Иран рассматривается, США, таким же врагом, тоже рассматривается врагом, как и Россия, может быть, даже еще более радикальным в том плане, что Иран, как всегда говорят в Америке, это страна, которая поддерживает международный терроризм. Трамп угрожает, соответственно, восстановить санкции против Ирана. Поэтому главная задача это как-то ограничить присутствие Ирана в Сирии. И здесь, я думаю, что именно в этой части шли переговоры. Или, опять, знаете, я не склонен считать, что за те два часа, которые у президента общались, прошли какие-то такие широкомасштабные переговоры. Но это несерьезно, когда встречаются два человека, которые, по большому счету, первый раз надолго друг с другом садятся, да еще разговаривают через переводчика, и у которых там есть 10 тем, которые нужно им самим же сотрудничать. Ну да, то есть через переводчика это час чистого времени получается. И потом полчаса надо поговорить как дела, как выборы и так далее. Ну, короче говоря, я думаю, что они обменялись позициями, они обменялись позициями и попытались наметить точки, в которых им нужно продвигаться. Потому что, опять, можно что угодно говорить о встрече Путина и Трампа, но у обоих и у президентов, и, в принципе, у обоих государств, у России и Америки есть некие прагматические интересы от взаимных отношений. То есть никто не считал, что Россия и Америка... Там Путин и Трамп могут стать личными друзьями, да, но это не означает, что Россия и Америка станут друзьями через 5 дней после этой встречи. Поэтому я думаю, что о Сирии говорили о каких-то технических аспектах, про Украину, ну, собственно говоря, я так понимаю, что, возможно, Трамп пытался озвучить позицию по Крыму, или, может быть, Путин его опередил, а может быть, ответил, сказал, что для нас вопрос решен, обсудить нечего. Да, и, соответственно, половина украинской тематики, она тут же на этом заканчивается. Вторая половина – это Донбасс, это выполнение минских соглашений. Здесь прозвучала фраза о том, что, ну, некие там интересные предложения со стороны американцев прозвучали. В чем они состоят, мы пока не знаем, да, насколько они эффективны, мы тоже пока не знаем. Ну, поживем и увидим. То есть, мне кажется, что Украина там еще меньше была в центре внимания, чем Сирия. Потому что Трамп, ну, по большому счету, он всегда говорит, что, ну, как намекает, что Украина для него не является приоритетом, и он не очень хорошо понимает, это все Обама. Все сделал Обама, Обама отдал Крым, Обама дал Россию вторгнуться в Донбасс. Ну, типа, а мне все это расхлебывать. Да, ну, точно для него не является каким-то приоритетом. Для Путина, похоже, тоже он, в общем, как-то не готов поступиться принципами, да, и не готов там в обмен на отмену санкций показать себя каким-то слабым, неуверенным в политике, человеком, делающим шаг назад. Он считает себя прямо противоположным. Сильным, жестким, добивающимся успеха. Ну, санкции, значит, санкции. Посмотрим, как он говорит, кому от них будет хуже. Да, я хотел сказать, что вообще-то довольно любопытная получается общая картина переговоров, потому что Трамп все время говорит про Обаму, и то, что это Обама все испортил, о чем тут говорить, Обама все испортил. Но он вообще очень часто повторяется, конечно, во время своих, такую как мантру повторяет во время публичных выступлений, одно и то же. Но это такая риторическая манера немножко. У Путина есть... Ну, Путин тоже повторяется. Путин тоже повторяется. Да, собственно, это инструмент защиты. Если вы не хотите всерьез обсуждать тему или вопрос, который вам задали, вы меняете его. А что вы думаете по поводу Украины? Да ничего не думает. Это Обама сделал, а мне расхлебывать. Я вообще к этому не готовился. Отличный ответ, да? Путин, вы вмешивались? Да нет, не вмешивались. Это Пригожин. А Пригожин – это не Россия. Путин – это Россия. Я же не вмешивался, не вмешивался. А Пригожин – кто такой Пригожин? Я его знать не знаю, ведать не ведаю. Ну, это понятно, что вот то же самое повторяется. Там Сенцова не знаю, не видел, не слышал. Мне об этом не рассказывали. Про пенсионную реформу не знаю. Про Грушников тоже ничего не знаю. Не доложили. Не успел разобраться. Ну, это же все. Это заранее отработанные ходы для вот таких публичных заявлений. Есть еще один отличный ход. А у вас? То есть, когда в интервью Fox News ему говорят про Сирию, говорит, а у вас Ракка. Давайте поговорим про Ракку. Да, да. А у вас Грушники, а у вас Браудер. А у вас Кеннеди убили. И Мартина Лютеркина. А еще есть Косово, вторжение в Ирак. Много чего есть, конечно. Но это же тоже, ну, все понятно. Это вот, как говорится, известный набор аргументов. Если не хочешь договариваться, значит, нужно сменить тему. Ну да. Еще одна тема, к которой мы так плавно перейдем. А у вас Немцов и Политковская. А у вас Кеннеди и Мартин Лютеркинг. Вот про Политковскую. Сегодня пришло решение ЕСПЧ, что никто толком ничего не расследовал в России. И что настолько упорно искали одного заказчика, Бориса Абрамовича Березовского, что заказчика, собственно, и не искали. Пытались только как-то доказать причастность Березовского к этому. И все, расследование заглохло. Ну вот, это выводы, которые сделал ЕСПЧ. Вы верите, что будет когда-нибудь какое-нибудь расследование? Да, верю. Но просто это будет не при Владимире Путине. Просто когда Владимир Путин уйдет, ну, в силу тех или иных причин, и там во главе России станет другой человек, оно случится же, да, правда, когда-то. Вот. То я думаю, что будет очень много желающих заняться исследованием многих вопросов. Может быть, не сразу после него, может, через какое-то время. Да, вот, ну, точно так же, как там про 1937 год, там мы узнаем все больше и больше фактов, хотя время, казалось бы, прошло уже там 80 лет. Да, тем не менее, архивы открываются, информация, и количество людей, которые заинтересованы этой темой, оно точно не будет уменьшаться. Обязательно будет и про Политковскую, и про Немцова, и про взятие Крыма, и про Донбасс, и про Пригожина, про все, и про взятие молодистого Боинга. Подождите, а сейчас, а сейчас то, что ЕСПЧ, все-таки он не просто присудил компенсацию, но, опять же, признал неэффективным расследованием. Неужели ни у кого ничего не стрельнет в голове, что вот да, уже пора как-то, стыдно, во всяком, хотя бы, как минимум, сидеть и отмалчиться? Стрельнуть может у двух человек. Стрельнуть может у двух человек. Первый у Владимира Путина, которому задержавал обидно, что меня так унижает, который стукнет кулаком и скажет, ну-ка быстро разобраться. Да, и второе, стрельнуть может быть у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который скажет, ну как, я, обозвать меня желтым-зеленым червяком, да я вам сейчас покажу, как мы будем расследовать. Все, у кого еще может стукнуть? Ну, я что-то как-то, вот знаете, ни в то, ни в другое не верю. Мне кажется, что и Путина, и Бастрыкина, и про убийство Пулитковской уже вообще даже забыли думать. Ну, а почему бы не расследовать, если им напомнили про это, а Борис Абрамович уже умер? Никто им и напомнил. Им никто ничего... Нет, подождите. ЕСПЧ приговор не отменило, да, ЕСПЧ не в силах заставить Российскую Федерацию расследовать что-то еще. Он ЕСПЧ отменил приговор, он потребовал отметить приговор по Навальному, его отменили в Верховный суд, да, и там тут же приняли тот же самый приговор с теми же самыми формулировками, с теми же самыми грамматическими ошибками и опечатками. ЕСПЧ не имеет силы над российской юрисдикцией, да, то есть вот он не может доставить... Авторитет, репутацию. Ну, послушайте, но репутация чья? Да, и репутация ЕСПЧ хорошая, высокая. А Бастрыкин, ну, что, правда считаете, что ему есть... Там что терять еще? Там же нет, нечего терять. А Путин об этом, скорее всего, и не узнает. Во всем случае скажет, я об этом знать не знаю, да. Конечно, а Путину об этом не докладывали. Ну, вот ему еще о каждом решении ЕСПЧ ему нужно знать. Кто, чего, куда. Ну, слушайте, у меня есть дела поважнее. Да нет, конечно, ничего не будет, ничего не будет происходить. И я думаю, что там в здании на техническом переулке, где сидит Следственный комитет, и в Кремле у многих людей, у них облегчение после этого решения ЕСПЧ. Ну, хорошо, закрыли тему. Галочку поставили, что там, 20 тысяч евро? Вообще, не вопрос. И тема закрыта, правда. Расплатились, и до свидания, поехали дальше. К сожалению, это так, но это не означает... История штука длинная, жизнь не заканчивается там ни сегодня, ни завтра. Да, и очевидно, что у этой истории будет продолжение. Потому что слишком много людей хотят узнать правду об этом. Еще одна тема. Дальше переходим к постоянным рубрикам нашей программы, я бы сказал. Одна тема – это пенсии. Мы еще две недели назад собирались с Нино и с вами поговорить про грядущие акции протеста 18-го числа. Вроде бы там собирались профсоюзы, никто никуда не собирается. Не разрешили им просто. Ну, не разрешили, да. Поэтому и не собираются. И очень торопятся с принятием этого закона, притом в том чтении изначальном. Не чтении, в редакции той изначально, которую предложили. Тот же возраст, который изначально предложили. Сначала была такая теория, что вот предложат достаточно резкий переход, а потом это все смягчат, как это у нас бывает. Но вроде бы нет. Изначальная версия. Почему так торопятся? Ну, торопятся потому, что нужно успеть принять пенсионные законы до начала рассмотрения закона о бюджете. Просто в том проекте бюджета, который будет внесен в Думу где-то там в сентябре, наверное, уже. Ну, когда откроется сессия, да. Ну, нет, а до этого же нужно правительству утвердить проект. Правительство же не может утверждать проект, если нет пенсионного закона. Потому что нужно уменьшить расходы на дотации пенсионному фонду. Соответственно, правительству чисто шкурный интерес, что ему нужно до внесения закона о бюджете, до утверждения законопроекта на заседание правительства, уже иметь утвержденный закон. Вот. Поэтому здесь спешка, она очевидна, что, ну, собственно, это же и есть основная претензия, которая звучит в адрес российских властей, да, что, да, конечно, там вот моя профессиональная точка зрения, да, я, собственно, ее излагал и готов ее повторить, что там в долгосрочной перспективе в России от повышения пенсионного возраста не уйти. Но это не означает, что это нужно делать прямо завтра, как обухом по голове и с предупреждением за шесть месяцев. В общем, вот там в Англии, в Германии будут повышения пенсионного возраста, следующий, там, в 34-м году, в 2040-м году, об этом известно уже сейчас. Да, то есть людей предупреждает за 20 лет об этом. А у нас, там, вот, что называется, раз, там, проснулся премьер-министр, сказал, а, давайте прямо сейчас и повысим, пока футбол идет, пока все отвлечены. Вот. Поэтому... Пока мяч в воздухе, да. Да, пока мяч завис в воздухе, как раз тут судья и свистнул. Что называется, трибуны завопили. Вот. Соответственно, интерес правительства понятный насчет того, что будет принято в той редакции, в которой внесено, но мне кажется, что это, скажем так, ни о чем не говорит. Просто законопроект внесен правительством, и, по большому счету, в первом чтении Дума не имеет права выносить в него поправки. Да. Соответственно, процедурно первое чтение – это утверждение концепции закона, но, собственно, концепция закона – это повышение пенсионного возраста. А вот поправки, там, 65 или 63, 63 или 60 для женщин, да, за 5 лет, за 8, за 15 или за 45 лет – это в чем вполне укладывается во второе чтение. И мне кажется, что, собственно говоря, мы можем… Это не означает, что обязательно изменится что-то во втором чтении, но, в принципе, время для этого есть, и это в первом чтении означает, что фактически правительство должно забрать законопроект обратно и внести его по-новому. Ну, вряд ли это такой работоспособность. Я правильно понимаю, что если есть недовольные, то им надо здесь и сейчас уже выступать со всеми своими претензиями и предложениями, несмотря на все запреты о проведении митингов и так далее, и так далее? Ну, естественно, если есть недовольные, то они должны выступать здесь и сейчас, потому что единственный способ достучаться до российских властей – это сказать то, что вот этот закон вам не нравится. Потому что если вы будете молчать, значит, по умолчанию вам считается, что вы его принимаете. Ну, вот, допустим, протестующие проснутся, когда уже все все примут, уже все изменения вступят в силу. Тогда можно будет что-то отмотать? Или вот сейчас это единственный шанс повлиять на принятие пенсионной реформы? Ну, мы не знаем, да, у нас нет такого знания о работе российской власти. Вот я, например, так, навскидку думаю, что если сейчас по всей стране выйдет там полмиллиона человек с требованиями протеста, да, то вполне вероятно, что этот законопроект опять не откажется от повышения пенсионного возраста. Могут смягчить. То есть вот, ну, я думаю, что так вот, да. Соответственно, если предположить, что его примут, законопроект, и вот эти вот полмиллиона человек выйдут в ноябре месяце, ну, думаю, что в тот момент уже не откатят закон назад. Но если в ноябре после принятия закона выйдет там пять миллионов человек на улице, то найдут какой-нибудь точно совершенно способ изменить пенсионный закон. Да, поэтому количество, оно всегда переходит в качество, и вопрос в количестве. — Последние пять минут предлагаю потратить на благоустройство, вернее, на разговор про благоустройство. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благоустройство Москвы и вообще подготовка к чемпионату мира именно в Москве, все это частично окупилось сейчас, а полностью окупится через год-два. Ну, говорит несколько достаточно резонных вещей про то, что город восьмилетней давности, 2010 года бы не выдержал этих нагрузок, и пробки, и всевозможные потоки пешеходные, распределение их. Ну вот, не знаю. Как вам кажется, это резонно? Это то, что он говорит про благоустройство, окупилось? А то ругали-ругали так Собянина за все эти раскопки. — Евгений, смотрите. Я считаю, что любые усилия власти, ну, в данном случае мэра Собянина и городской администрации по благоустройству Москвы, по улучшению транспортных потоков, они идут на пользу. Вопрос там, они делают много или мало, это обходится дорого или дешево. Поэтому не признать того, что при мэре Собянине в Москве существует очевидный прогресс, это неправда. Прогресс идет, и, соответственно, достаточно большие силы на это дело брошены. Вопрос, окупится или не окупится, ну, он вообще говоря, такой бизнес-подход. Вот, да, вот, знаете, как в бизнес-проекте вы вложили там в развитие бизнеса, не знаю, там, миллион долларов, да, и считаете, через сколько лет она окупится? Через два года, через пять лет? В бюджете, в государстве, ну, вообще, говоря, совсем не так. Там, если предположить, там, ну, не знаю, там, вот, Нужков построил кольцевую автодорогу, да, новую, вокруг Москвы, вот, нужно считать, во сколько она окупится? Или она просто, вот, что называется, улучшает качество жизни настолько, да, что это небо и земля? — Ну, нужно считать и учитывать и то, и другое, как мне кажется, нет? — Возможно, возможно, иногда это можно делать, но для этого, там, мы должны четко понимать, да, что, там, мэрия перед нами отчитывается о том, куда она тратит деньги и сколько денег потрачено на благоустройство. И там, условно говоря, а плитку посчитали, которую вы уложили один раз или три раза? А вот те, там, не знаю, разрушенные мостовые набережные в Ростове и в Нижнем Новгороде, ну, там, да, в Москве этого пока нету, слава богу, а вот там в двух городах, а там уже разрушены эти набережные, которые только что построили к чемпионату. Вы, когда второй раз их будете делать, вы эти расходы будете учитывать или не будете? А пустые стадионы, которые нужно будет содержать, вот стадион Лужники, который, очевидно, там ничего не будет происходить, там, один матч сборной или два матча сборной в течение года будет играть. Ну, понятно, что его надо содержать как волосальные деньги. Это будут считаться или не будут? Поэтому вопрос, мне постановка понятная, но мне кажется, что она не слишком, как это сказать, рациональна в нашей ситуации, потому что мэрия от нас скрывает расходы. Мы же не знаем, сколько мэрия московская потратила на чемпионат мира. Мы примерно представляем, сколько потратила там вся Российская Федерация за счет бюджетов и так далее. А вот сколько в Москве, по каким направлениям, что туда вошло, а что туда не вошло, мы этого не знаем. Поэтому и сказать, окупится или не окупится, это невозможно. Но про Лужники Собянин говорит, что стоит 25 миллиардов рублей. Вот, отлично, стоит 25 миллиардов рублей. Вот давайте, что называется, у вас же есть корреспонденты, которые могут задать мэру Собянину вопрос. Сергей Семенович, расскажите, пожалуйста, как будут окупаться Лужники? Вот представьте нам бизнес-план, когда у вас за два года расходы на Лужники окупятся. Я с интересом этот бизнес-план обслуживаю. Нет такого бизнес-плана. То есть просто его не существует. Невозможно даже придумать. Специальный корреспондент Эхо Москвы Сергей Алексашенко с вопросом к московскому мэру. Ну да, если вы мне дадите, если попросите Венедиктова дать мне удостоверение корреспондента, я готов сам этот вопрос сформулировать и задать. Слушайте, тогда еще последний, наверное. Нет, я думаю, что мы зададим, чтобы справимся. То есть сами справимся. Да, да. Тогда никакого плагиата. Я просто вам дарю эту тему. Спасибо. Вот смотрите, у нас буквально минутка остается. Володин внес в Госдуму законопроект, позволяющий по паспорту болельщика посещать Россию без виз до конца года. Это же прекрасная инициатива. Вот как раз и туризм поднимем, подтянем, и имиджи справим. Нино, я категорически за. Еще в 1 тысячи, вот не помню, то ли в 97-м, то ли в 98-м году мы пробили постановление, что в Россию вообще любой иностранец на три дня может приезжать без виз. А в Петербурге, по-моему, те, кто на пароходах, там 5 дней. И это работало какое-то время. А потом все это дело отменили. Я за то, чтобы Россия стала страной безвизовой. для всех приезжающих. Скажите. По крайней мере, там из развитых стран. Паспорт болельщика здесь ни при чем. Но паспорт болельщика, его кто-то там купил задешево, кто-то купил задорого. Я за то, чтобы был список стран, не знаю, штук 100, жители которых в Россию могут приезжать без виз. В одностороннем порядке, чтобы наша страна была френдли. Чтобы она была дружественной к приезжающим. Не только тогда, когда у нас чемпионат мира по футболу. А чтобы нам в любое время люди могли приезжать и помогать Сергею Семеновичу окупать расходы на... Соберем всех в Лужниках. И чтобы москвичи, гуляющие по улицам, сидящие в кафе, радовались тому, что к нам... И там жители Самары, Саранска, Ростова и так далее. Чтобы они радовались тому, что мы тоже часть всего мира. Чтобы могли улыбаться и радоваться. Всем любви и добра. Спасибо большое. Сергей Алексашенко был персонально наш. Мы продолжим дневной разворот.